ну что, я собираюсь пакет скрывать зачем скрывать-то? подождите, подождите у нас сегодня вообще серьезная тема нам вот в конверт прислали дат-президента Российской Федерации ну да, да, да на самом деле надо посмотреть что там по весу и так далее ну такой ну я разговаривал на самом деле сказали, что нужно оттестировать дегустацию произвести тех улунов тайваньских, которые здесь есть и в общем-то дать свою рецензию вместе с пакетом 13 грамм ну серьезно надо, наверное, скрывать ну давайте, да посмотрите, видите такая тема, сейчас мы ее вынем в очередной раз присылают значит, грех не попробовать тем более чай исторический в Китае всегда использовался для подношения на государственном уровне ну да, да всему уважению ну что? ну так вот как-то это вот, 3 грамма 3 грамма ну, попробуем по форме скрутка красивая таки вот практически такой же, как у нас наш чай, да? ну да ну понятно решаем улун из сада фу-шоу то есть президенту тоже самое шлют? я думал, похуже будет ну, его там делается немного поэтому там не особо большая разница ну, главное, чтобы то же самое привозили можно прислать мне что угодно как таково ну, сейчас его прогреем вот, чтобы у нас раскрылось второе качество аромата потом будет уже примерно ясно а вообще, понятно вот на уровне вот вы говорите, что почти то же самое а как понять вообще то же самое? ну, улун улун очень красивая скрутка я для себя называю ее такой барашковой скруткой то есть волны такие по всем чайникам ходят но они ровные, красивые вот, кстати, второй аромат можно отдохнуть понюхать очень высоко растет этот чай на высоте около 2,5 тысячи 2,6 тысячи метров на уровне моря там, соответственно, уже совершенно другое содержание кислорода в атмосфере и чай, все этапы обработки проходят по-другому то есть вещества по-другому они трансформируются и получается очень-очень легко ферментированно очень аккуратно вот, и вот цвет бледный у самого высокогорного чая очень бледный цвет настой на самом деле могу поделиться вообще вот своим, как бы, ощущением аромат хотя первая заварка, которую в лунах чтенько сливает мы сейчас чай тестируем поэтому нам это не нужно мы его пробуем во всех его достоинствах возможно с недостатком но недостатка, я думаю, здесь не будет вообще хотелось бы понять вот чай, тайваньские, луны в принципе, но от них самых дорогих и зачастую они дороже там в сотню раз нежели вообще что-либо продают на рынке хотелось бы изначально понять вот я в свое время задавался вопросом а почему? почему они настолько дорогие? то есть что в них такого уникального по сравнению со всеми остальными? ну, во-первых, в Китае всегда издавна, издревле ценился чай который называли Гао Шань Гао Шань, в переводе с китайского это высокая гора то есть чай, который растет ближе к облакам вот то, что мы вначале говорили разреженный горный воздух создает совершенно особые условия потом большой контраст ночных и дневных температур то есть чай, когда формирует свои свойства когда лист растет, он растет медленно постепенно впитывает в себя энергию солнца и качество вот этого тумана горного который лист укутывает и формируются совершенно особенные мягкий вкус китайцы ценят высоковарный чай за мягкость вкуса высоковарным чаем считается тот который растет свыше 1000 метров а в данном случае высота 2500-2600 метров это серьезно это близко к предельной высоте для культивации чая это кусты, деревья? это кусты, да там распространен кустовидный чай но любой чай ботанический это дерево как мы уже неоднократно об этом говорили но под воздействием селекции он может принимать кустовидную форму добрались до второй зажарки можно пакетик? я просто отправлю обратно президенту Российской Федерации наш чаек, чтобы они тоже попили вот чай понасыщеннее становится но тем не менее сохраняет якость цвета ух, а здесь уже совсем другое ну вот его справедливо сравнивают с ароматом любых цветов в Китае есть сравнение аромата хорошего чая с ароматом орхидеи это и символ весны и символ утонченности поэтому вот когда вдыхаешь аромат хорошего чая как вот этого решания луна луна с грушевой горы ощущаешь аромат чудесной волшебной орхидеи все очень аккуратно все очень нежно ровное ощущение вообще по всем показателям я в свое время когда пробовал его то есть вот самое ценное что мне понравилось это ровное состояние комфортно, хорошо все работает великолепно и вот это вот внутреннее состояние как бы не знаю аккуратности, подвижности ощущение целостности оно конечно очень ценное и очень радует ну и соответственно дальше уже и внешний вид и цвет все на уровне, наверное, совершенства так вот можно сказать интересно смотреть, рассматривать, ощущать да и обратите внимание на вкус вот свойство именно мягкости вкуса некой неуловимости он вроде бы и есть вроде бы его и нет то есть больше ощущения, больше качеств чайной энергии послевкусие передается и чай очень легко глотается то есть вообще никаких ощущений дискомфортных при глотке чая мы не ощущаем то есть он словно вливается в нас и идет в дыхание мы дышим этим чаем это у китайцев называется хойгань особенный такой сладкий выдох это эффект очень качественных классных улунок когда они наполняют своим ароматом и вкусом ну само дыхание кажется, что каждый клетчик организма наполняется этим чаем ну да, редко такое ощущение и многие приходят, пробуют и говорят это что-то потрясающее потому что до этого что мы пробовали близко сравнение никакой не идет с этим чаем и очень ограничены по площади плантации то есть там урожай несколько сотен килограммов в течение года то есть это практических слюдей на весь мир, да то есть чайный сорт совершенно особенный и чай выдерживает большое количество заваривания то есть можно заваривать очень долго это не самое главное в чае но это как бы попутная приятная такая тема что когда ты пьешь высокий чай он заваривается очень долго и с каждой новой заваркой раскрывается новое качество вкуса новое качество аромата ну с чем бы ты сравнил, например, этот запах? ну, отчасти есть роза для меня вот такие какие-то, знаешь, чудесные горные цветы даже не хочется их, как говорится, привязывать к какому-то отдельному цветку и аромат самого горного воздуха самой горной природы словно вот ты находишься в этих местах и дышишь этим горным воздухом у меня вот сложилось такое ощущение, что что-то тонкое, неуловимое, загадочное ну и там запредельно приятное это так всегда да, да, как только что-то интересное пойдем пообщаюсь да, вылечи и вот цвет настоя яркий ну, иногда говорят, это явление, которое можно в свете настоя видеть называют его аплисценцией то есть это свечение в лучах солнечного или электрического света то есть ощущение такое, что внутри чая включили лампочку вот, настолько он яркий, живой, активный по свету что, там все в порядке? да, мы люди, как всегда как что-то интересное требуют внимания, желания это нормально вот еще хороший чай, как говорят в Китае в Китае гонит легкий пот то есть охлаждающее действие вот сейчас у нас довольно жарко в офисе и есть вот эффект такой освежения, охлаждения а у меня часто ну, может быть, моя особенность, конечно как будто ветерок с лица омывает вот как бы с фронта а спина такая, да, немножечко утепленная ну, такого формата и очень приятное состояние, на самом деле ну, и чайные листья потихонечку раскрываются но чай не теряет своих качеств свои силы кстати говоря, может быть, показать просто как это выглядит в момент, когда начинает раскрываться да, можно лист взять я думаю, будет интересно просто откроем вот такая вот интересная листва красивая красивая мы еще покажем, конечно в самом конце его можно даже не бояться подержать просто, как бы, нет в этом особого смысла но сейчас, когда мы чай тестируем можно дать ему настояться и еще раз подтвердить его высокое качество потому что высокие сорта при настоявании совершенно не огрубляются не по цвету не по вкусу не по аромату просто важно нужно соблюдать динамику определенную о чем мы всегда говорим то есть, каждую следующую заварку удержать дольше, чем предыдущую а чем улуны тайваньские отличаются от китайских в чем их они отличаются высокогородностью произрастания, во-первых то есть, на материке есть тоже чай, которые растут высоко но не слишком выше чем тысячи метров на Тайване два километра это, в принципе, высоко но нормально что это дает? это дает ну, как бы мы уже говорили дает во вкусе чая особую мягкость дает в самой технологии некие особенности преобразования веществ которые в условиях горного климата идут совершенно определенным образом дает яркий цвет настоя дает особенное ощущение которое китайцы называют гаошэмча ощущение мелодия характера высокогорного чая то есть чай, который растет над уровнем облаков а иногда и выше этих облаков то есть та вот с одной стороны сильная с другой стороны ровная энергия это как раз наверное вот оттуда да потом еще если говорить о достоинствах тайваньского чая они очень внимательно делаются то есть это всегда то что у них называют шоугун или шоуи то есть ручная работа или улун искусных рук его еще по-другому называют то есть все процедуры приготовления делаются медленно плавно постепенно скручивают его очень деликатно и сам развар и с пятой чая на лист очень красивый у тайваньских улун да в принципе вот изначальный лист и изначальный да в каждом листочке стоит посмотреть на самом деле рассмотреть оно того стоит то есть можно сравнить несколько там улунов положить рядом и вы увидите в принципе разницу между одним и другим ну как бы не весь на тайване чай одного уровня есть чай которые собираются машинами на тайвань вообще большое влияние оказывалось всегда японии это и плюс был и некоторые условно назовем минус чайной культуры чайной традиции а минус опять же это некая механизация труда в простых сортах чая то что сплошь и рядом используется в японской современной чайной традиции а плюс это уважительное отношение к культуре чая вообще к культуре подачи чая в частности именно на тайване выкреслил вот это вот гунфу чая то есть особая форма чайной церемонии когда отдельно воспринимается аромат отдельно вкус чая специальная двойная посуда стаканчик для аромата и чашечка для вкуса чая понятно а можно ли правильно я понимаю что можно сказать что есть не очень качественные чаи с тайваньем очень качественные да разные совершенно улогы да то есть как понять вот из них что мы вообще пьем ну изначально если не беря в расчет там цену ну здесь опять же нужен опыт развлечения чаев нужно пробовать хорошие образцы нужно сравнивать их с образцами иного качества другого чтобы формировать свой личный чайный вкус это крайне крайне важно ну какие то подсказки общие то есть визуально тайваньский чай обычно очень аккуратно высокого качества красиво скручен то есть ровные красивые довольно плотные тяжелые чайники но это стоит один раз увидеть в принципе хороший чай да высококачественный в принципе дальше можно потом попробуем аромат сухого чая вдыхаем его ну стараемся обратить внимание на глубину аромата то есть хороший чай он имеет глубокий неповерхностный аромат то есть вот когда ты дышишь сухим чаем кажется что все новые и новые грани открываются то есть можно долго дышать и да а у чая допустим который подвержен ароматизации на тайване такие чай тоже делают очень аромат поверхностный ну либо у недорогого чая он грубый сильный да а что он? грубый сильный но он не имеет опять же глубины нет такого ощущения когда ты дышишь чаем что он тебя наполняет что он идет дыхание так и с тайваньским лунами еще можно назвать это тоже их проблемой что их копируют на материке в Китае хотя естественно такого вкуса получить невозможно как на Тайване копируют там серо на Таиланде серо на Вьетнаме а зачем? с какой целью? а для того чтобы за счет бренда называние брендом копильного чая получить лишние деньги потому что это модно это стильно то есть тайваньский чай это бренд это показатель определенного качества и по всему миру продается огромное количество тайваньских чаев и в большинстве своем они псевдо-тайваньские ну понятно да то есть вопрос что продается понятно поэтому нужно конечно ориентироваться на оригинальные аутентичные образцы чтобы получать всегда самые лучшие вкусоароматические ощущения а что можно сказать зачем начинать вот пить лучшие образцы да то есть мы вот всегда вроде призываем к этому ребят попробуйте лучшие чаи и соответственно у вас будет понимание того что стоит пить да и сразу будет возможность выбора и так далее то есть вы быстрее получите опыт навыки и так далее в чаях что здесь ну в высоком чае в чае дорогом в чае качественном который хорошо приготовлен который из того места где традиция приготовления этого чая зародилась он несет в себе определенный заряд то есть то что он нам способен передать то есть от него мы получаем особое эмоциональное состояние особое удушевление от этого чая от него мы получаем особенную пользу для здоровья потому что он собран в то время когда ну максимально в листе концентрация веществ полезных достигается а это какое время для тайваньских чаев это обычно весна для некоторых чаев которые растут не столь высоко как наши это зимний период времени вот осенью можно собрать тоже хороший чай там вообще круглогодичная вегетация а сколько хранится вот собрали там зависит от того как чай обработан как он прогрет вот тот который мы пьем сейчас это циньсян то есть чай с молодым ароматом то есть он очень деликатно прожарен в нем очень широкий спектр вкус ароматический ну я бы сказал что вот этот если так можно сказать профиль чая он наиболее интересный на мой взгляд сейчас из того что делается на тайване потому что он привлекает всех и знатоков и неофитов то есть он достаточно глубок и в то же время невероятно богат на грани и вот такой чай он хранится год с момента урожая то есть от урожая до урожая следующего чая его можно хранить и пить а потом уже пить новый чай если чай прогрет посильнее то его можно хранить несколько дольше прогрет посильнее правильно я понимаю что это степень ферментации ну это скажем так некоторая процедура то что называется в утесных чаях хомпей то есть прогревание над углями вот которое воспитывает вкус и аромат чая то есть некоторые оттенки уходят которые связаны с цветочностью именно с легкостью а какие-то сердцевинные оттенки как сладость например медовость фруктовость они наоборот усиливаются но честно говоря такой чай на любителя на Тайване обычно этот чай ценят люди старшего поколения а люди молодого поколения среднего поколения дают предпочтение такому как пьем мы сейчас понятно да вот интересно уже и очень-очень яркий заварочка интересная красивая надеюсь что будет видно цвет красоту вкус конечно мы вам не передадим но можем передать при условии того что вы придете и в принципе продегустируете ну некоторое количество чая еще осталось на пробу так что можно попробовать в принципе он этого стоит потому что познакомясь с лишанием улун можно создать представление о самом лучшем уровне чая на настоящее время на острове Тайвань ну в принципе я одним из лучших из улуна ну еще мы не сказали как переводится юргриф Ли переводится как грушевая гора вот так вот на Тайване высокогорные чьи растут рядышком с посадкой фруктовых деревьев одни из самых сколовных фруктовых садов в мире там расположены яблочные ну вполне возможно и грушевые тоже яблоки там точно растут ясно то есть это у нас гора и не плато да? ну вообще какой тут есть в центральном Тайване горы Тайваньшань тайваньские горы и один из участков этого горного массива почти центральной части Тайваня в округе Наньтоо называется Лишань то есть это группа возвышенностей но там есть несколько чайных садов опять же вот Лишань улуна довольно расплывчатые понятия там есть чай повыше классом пониже тот который пьем мы сейчас он из того чайного сада который иногда называется Тяньчи вот Небесный пруд это рядом с знаменитой плантацией Хуши Ушань я так и думал что где-то это все вот можно кстати выловить листик уже я хотел посмотреть все а мы попьем достанем листочек и продолжим пить ну давайте попробуем можно заодно полюбоваться красотой уборки и примерно понять что собирали то есть хороший чай после того как мы его попьем возвращается к природной форме то есть к той форме как у ее мелко он начал ее пить и пить да пока рановато но вот он еще не до конца раскрылся да один лист раскрылся и этот не до конца вот он еще раскрываться соответственно отдавать свою силу и этому тоже ну вот я его вручную раскрыл выглядит очень красиво вот такая вот по краям видно вот ферментации как раз то что позволяет именно технологически отнести его к грунам то есть чаям у которой ферментированы края то есть края со свойствами красного чая а середина она со свойствами зеленого чая у них такая неуловимая зона перехода то есть где он уже не является зеленым но еще не является красным ну вот так вот вот здесь видно ну такое отборное сырье иногда флеши собирают вместе с пучками ну ферментация прям совсем аккуратная я смотрю прям совсем по краю ну сам по себе он очень деликатный чай и высокогорье они там идет ферментация совершенно по другим законам потому что растворенного кислорода ферментация это окислительный процесс воздухе меньше и горный воздух он формирует совершенно особое качество чая на самом деле еще раз хочу повторить что сложно передать то ощущение которое дает чай через камеру но вот это какая-то уверенная сила которая внутри присутствует которая наполняет тебя после этого чая и какая-то стабильность такая фундаментальная как гора все равно выстраивается внутреннее состояние и вот этот эффект впечатляет это подобие присутствия пьешь горный чай и сам словно сидишь где-то в беседке в красивом месте и созерцаешь эти горы да еще и чай прихлебываешь прекрасный вариант недавно в Китае существует и существовала всегда культура посещения гор то есть красивых мест специальные ездят в эти места поднимаются в горы пьют чай сидят наблюдают за восходами закатами а закаты на Тайване очень красивые иногда говорят о том что можно увидеть целое море из облаков и солнце восходящее над этими облаками прям вид такой как из самолета ну две с половиной тысячи это уже прилично если вообще туда добраться где растут данные чай можно сверху смотреть на облака вполне так что у кого будет желание можно съездить посмотреть оно того стоит и хотя бы сначала можно прийти попить чай да и уже создаст какое-то представление об этом районе то есть чай как вот китайцы говорят есть такое понятие чаюнь чайная мелодия мелодия чая его характер ну если можно так сказать его харизма вот в лишань луни есть характер мелодия которая есть растворена еще в этих местах в этих горах и чай он в себе хранит очарование природы где он рос где его собирали где его делали ну и плюс конечно труд умелый труд чаеводов которые ставят в процессе обработки чая своего рода акценты определенные то есть знает сколько его подержать на той или иной стадии обработки для того чтобы он максимально проявил свою природу свой вкус ну то есть чай оказался достойным как вы думаете свою миссию тот запрос который у нас изначально был мы выполнили ну я думаю да подтвердили высокое качество чая ну что тогда отправляем данную видеозапись президента российской федерации и на этом прощаемся до следующих встреч хорошую чай